Девочки, всем привет! Записывала видео для инсты, подумала, почему бы не включить камеру на телефоне и не заснять кусочек для своего влога. Сегодня у нас на календаре 30 апреля. Кошмар, остался один месяц весны. И скоро лето, даже не верится. В общем, я только что покрасила волосы, высушила их. Теперь вот я такая, наконец-то выгляжу совершенно по-другому, ухожена. Правда, не выспалась, как обычно. Одела свой любимый джинсовый комбинезончик и пойду по делам. Пойду прогуляюсь, нужно заскочить в магазин за ингредиентами, буду печь пасочки. Но не обычные, а ппшные. Попробую. Так что такие новости. Заберу свой заказ Евы. Обязательно вам его покажу. Там, правда, всего лишь, по-моему, три позиции, но заказывала конкретно то, что мне было нужно. Девочки, показываю, что я прикупила. Заходила в Аврору. В общем, по мелочи. Так, в этой продукте будет. Купила такие хлебцы. Давно я такие не брала. Вот захотелось. Очень вкусные, кстати. Кто на похудение, советую. Дальше мой любимый сыр, который из Украины. Прям советую. Он очень нежный такой. Классный. Дальше мой любимый сыр такой. Моцарелла. Планирую сделать с зеленью и с салатиком. Тоже люблю. Так, дальше у меня здесь такая вот штука. Это для грибов. Я буду делать... Мне подружка посоветовала сделать грибные котлеты. Вот. И я решила взять уже такие вот нашинкованные грибочки. Ну, в принципе, можно из них и зажарку делать. Да, там вот с луком их поджарить. Будет вкусно. Дальше. Ну, вот космака. Так, ну, тут все-таки соломка. Так. Дальше. Взяла новинку в Еве. Такой вот зубной пасты. Давно ее видела у какого-то блогера. С лавандой. Она голубая. Вот. Я, вы знаете, очень люблю лаванду. Поэтому буду пробовать. Дальше, дальше, да. Сейчас моя посылка. Сейчас ее открою. Такая вот интересная заправка. Сухая. Для салата ее мешаешь либо с маслом, либо с майонезом. Я майонез не кушаю, поэтому буду мешать с маслом. Так. Для кота. И такую вот взяла на пробу. Тоже заправка. Это из серии бальзамического уксуса. Вот. Тоже интересно будет попробовать. Никогда такие штукенцы не видела. Дальше, такой вот кисель. Почему-то мне захотелось. Он, конечно, вредный. Там куча всего, но не нравится. И мой любимый бетончик. Тоже подружка посоветовала. Очень вкусный. И даже круче, чем баунг. Дальше. Второй пакет. Это еще любая еда. Такие вот хлебчики. Мои самые любимые. ВТБ. Я как-то пачкала по акции. Дальше. Бананы взяла. Такие вот для штучки. Мои самые любимые сырочки. Прям всем советую. Тоже продается в АТБ. С маком. Это просто очень вкусно. Я прекрасно понимаю, что они вредные, но вкусные. Грибочки. Также взяла. И дружок кабачок. Тоже планирую интересный рецепт. Нашла что-то типа ладжи. Я уже распаковала свою посылочку с Али, которую я забирала. Посмотрите, какая красота. Как блестит. Честно, можно подумать со стороны, что это такой клач на выход. Но я планирую таскать его на каждый день. Почему бы и нет? Почему не позволить себе такую роскошь? Здесь, конечно, обычные такие камушки. Качество очень хорошее. Единственное, что мне не нравится вот этот вот, как это сказать, ремешок. Вот с этим он как-то гармоничнее смотрится. Она небольшая. Вот вы можете увидеть мою ладонь. Кому нужна ссылочка, пишите мне, пожалуйста, в Instagram. Потому что здесь я не могу оставить ссылку. Внутри вот она такая. Плохо видно. Ну, в общем, она, в принципе, объемная. Ее можно хорошенечко так набить. Что я и планирую делать. Сюда влезет как телефон. Небольшой кошелечек даже. В общем, девочки, я безумно довольна. Даже если раньше не заказала. Зимой под уги мои. Кто помнит, в камнях было бы просто в самый раз. Вот, так что, да. Такая вот красотень. Напишите, как вам эта сумочка. Ходили ли бы вы с такой или нет. Завтра, кстати, иду уже наконец-то на маникюр. Прошел ровно месяц. Можете посмотреть, как отросли мои ногти. Вот, в общем-то, да. И сегодня, кстати, буду делать такую вот масочку. Я уже ее показывала. Сейчас положу ее, наверное, в холодильничек. Вот, не знаю, какие сделает ногтики. Но, скорее всего, это будет френчик. Безумно надоел этот черный, зеленый. Вот, так что, могу налюбоваться. У вас тоже так же, когда вы какую-то вещь покупаете, либо с посылки, вот, вы прям не можете на нее налюбоваться. Вы на нее смотрите, трогаете. У меня всегда так. Я прям очень кайфую от таких маленьких женских радостей. Ну, кстати, от маникюра тоже, когда свежий маникюрчик. Прям хожу и любуюсь. Сходила я только что на почту, забрала все свои посылочки. Вот, у нас, кстати, радость. Сегодня 7 мая. И, наконец-то, все открылось. Боже, я такая счастливая. Все магазины, торговые центры. Значит, снова можно бежать по магазинам, рассматривать ассортимент. Меня это очень успокаивает. В общем, люблю это дело. Я уже открыла первую посылочку. Такие красивые ремешочки. Смотрите, какова же красота. Прелесть. Огонь просто яркий такой. Девочки, наконец-то я все распаковала. Купила такой вот классный, заказала, вернее, костюмчик сыночку. Шортики и футболка. Дальше тут у меня мой заказчик. Позже вам про него расскажу или покажу, если вам будет интересно. И с Алиэкспресс заказала такие вот смешные мордочки для всяких проводов, для наушников. В общем, думаю, это они. Такие вот классные ремешочки заказала. Вот очень мне понравились. Желтый, розовый и красный. Значит, какие сочные, летние, яркие. Да, кстати, мой новый маникюрчик. Обрезала я свои когти-ногти. И мне прям сразу стало легче. Такой аккуратный. У меня был поломанный, поэтому меньше всех. Такой вот весенний-летний френч. Яркий, красивый. Дальше. Для дома и быта я заказала вот такую интересную щетку. Какого-то блогера, не помню, видела. Она такая колючая, мохнатая. На самом деле с такой ручкой. Не могу сказать, что хорошего качества. Тут, видите, клей. И вообще упаковка пришла какая-то драная, рваная, грязная. Ну, в общем, не знаю. Но щетка сама, в принципе, даже для красоты прикольная. Стоила около доллара. Дальше. Из заколочек я заказала такой вот бантик. Конечно, мятый. Я думаю, если его выглядеть, будет прикольный. И такой серый я покупала у меня тут в Ашопе, в городе. По-моему, около 150 гривен. Это что-то около 4-5 долларов. Здесь, по-моему, был доллар. Ну, может, полтора. Так. Тут у меня носочки. Малышу моему. И себе я уже распаковала, понюхала, послушала. Вернее, этот шикарный аромат. Элизабет Орден, зеленый чай, черри блоссом с вишней. Я уже рассказывала в Инстаграме, что для меня это не вишня. Это такой освежающий цитрусовый аромат. Очень приятный. Он сладкий и свежий одновременно. Очень вкусный. Советую именно на весну и на лето. Он легкий. Он не тяжелый. Я люблю такие ароматы на весну, на лето. Когда уже тепло, когда хорошо. Это просто идеально. Мне понравился запах. Он не резкий. Он приятный. С ним, мне кажется, невозможно переборщить. В общем, у кого был, отпишитесь, что вы думаете по этому поводу. Вот. Смотрите, как он гармонирует с моим новым маникюрчиком. Вот такие вот были у меня небольшие мои заказики с Алишки. Сейчас буду все это складывать на места. Я прям очень сильно ждала эти свои ремешочки. В общем, сейчас нацеплю, потому что уже бежевый надоел. Красный и лиловый тоже это все-таки новье.